Девушки отдыхают 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 никакая, а ложь. Просто-напросто ложь. Я согласен, что мы можем там летом там нормальный дом, но зимой там находиться невозможно. За свои деньги. Я не собираюсь там все делать. Я у него покупал полноценный нормальный дом, тем более он знал, что нам там жить круглогодично. Так, заключение строительной комиссии экспертизы. Да, и, кстати, есть заключение о экспертной комиссии. Ответчик. Ну, как продали дом с такими недостатками существенными? Нет. Дом не имеет существенных недостатков. Дом, я считаю, вполне качественный. Есть заключение экспертизы. Да. Есть у человека право и время проверить все скрытые дефекты, недостатки и так далее. Дом я строил самостоятельно. Это индивидуальный проект. Я его строил, как хотел. Да мы уже видим, как хотел. Никакой проектной документации у меня этот истец не требовал. Согласен, но дом вы уверяли, что строите для сезона. Никакого договора о проведении дополнительных работ мы не подписывали. Не хочет он жить в этом доме? Ради бога. Там через несколько домов живет его дочка. Живи там. Ради бога. Почему должен истец, купив у вас дом за миллион триста, проживать у своей дочки в доме? Потому что ваш дом не пригоден для проживания. Мне объяснить, почему? Нет, он пригоден для круглогодичного проживания. Вот согласно заключению экспертов, строительной технической экспертизы. Я не верю в такую экспертизу. Ну, это ваша проблема, что вы не верите. У меня нет оснований ей не доверять. Дом для проживания в зимний период не приспособлен. Приспособлен. Установлено экспертами множество нарушений при строительстве дома, которые не позволяют его эксплуатировать в настоящее время по своему прямому назначению. Я еще раз повторяю, вот такую экспертизу я могу заказать за очень маленькие деньги. Результат будет А почему не заказали? Почему не заказали-то? Что принесите? Мне в голову не приходило. Если вы оспариваете эту экспертизу. Потому что дом пригоден для проживания. Чем вы докажете, что он пригоден? Я вам говорю. Закопанным баллоном вот это пригодно для проживания. Это вы отапливать 50-литровым баллоном закопанным в землю зимой дом предлагаете? А хотите я вам прочту заметку о преимуществах Заметку о... Системы отопления в помещении Заметку о вашем баллоне. Вот, пожалуйста. Еще раз, о чем заметка? Заметка о преимуществе системы баллонного отопления газа. Это откуда эта заметка? Ну, наверное, так же куплена. Я не знаю откуда. Ну, а зачем тогда вы мне ее сейчас будете сочитывать? Хорошо. Вы сами бы ее преднаписали? Это теплокласс.ру Вот. Это на сайте вы нашли? Да. А зачем вы газовый баллоны? Именно по рекомендации этого сайта вы такую себе систему и установили. Да, потому что это имеет ряд преимуществ. Позвольте, я зачитаю. Нет, давайте мне просто вкратце объясните, каких. Мне просто интересно. Невысокая стоимость позволяет значительно уменьшить средства затраченные на отопление и горячую воду может функционировать при низком давлении газа, попробуйте при магистральном газе это сделать. Имеет незначительный расход топлива, дает возможность отключать отопление, когда в нем нет необходимости. Да, но я должен постоянно его постоянно заправлять или менять его. Понимаете, как думал? Я сейчас ни одного, во-первых, преимущества перед газовой магистралью не увидел, это раз. Во-вторых, вы, когда продавали дом, как утверждает истец, говорили, что он подключен к центральному газоснабжению. Я этого не говорил. Я ему не обещал ни канализации, ни газификации, ни пароизоляции. И это подтверждает то, что в договоре купли-продажи помолчи! И в передаточном акте на жилое помещение об этих условиях не было сказано ни слова. Николай, так это вы сейчас врете, понимаете, в суде. А то, что вы мне говорили, что я не должен обучиться у права. А вы сейчас начинаете врать. У меня документы. Ты не стал договор купли-продажи? Я читал купли-продажи. Там никак не расписано. Подписывай. 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 Ничего. Подписывай. Понимаете или нет? Порядок взяли суда. Займите свое место. Я надеялся на вашу честь и порядочность. Я могу передать эти документы? Что за документы? Это передаточный акт жилого помещения, договор купли-продажи до жилого дома. Передайте, пожалуйста. Жилого помещения и жилого дома все правильно говорите. Вот у меня к вам вопрос в связи с этим. Там ни слова не было. У меня к вам вопрос. Как вы считаете, чем отличается жилой дом от дачного домика, который можно использовать только летом? Мой дом совершенно не дачный. Это абсолютно нормальный дом. Но его зимой. Эксперты подтвердили, что его зимой использовать нельзя. Там путата. изоляция, не вентиляция, ничего в доме нет. Я вас спрашиваю, как вы считаете, вообще это два разных понятия или одно? Это два разных. Но у меня добротный дом. Продавали вы жилой дом. Продавали вы жилой дом. Жилой дом. Это две разные вещи. У меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Ты подставил не только меня. Ты месяц с тобой дать книгу. Прошу всех садиться. Я должен был залезть. Каждый угол заглянуть. Что я здесь должен был делать? Тварь такая. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил заявленный иск удовлетворить расторгнуть заключенный между сторонами договор купли-продажи жилого дома, вернуть стороны в первоначальное положение, возвратить жилой дом в собственность ответчика, а денежные средства истцу. Суд расторгает договор купли-продажи жилого дома, потому что истцу была продана недвижимость ненадлежащего качества. Это подтверждается заключением строительно-технической экспертизы, согласно которой приобретенный истцом жилой дом не соответствует санитарным и техническим требованиям, предъявляемым к жилым домам. И он не пригоден для постоянного проживания, возможно, только сезонное использование дома в период весна-осень. А истец приобретал дом для постоянного в нем проживания. То есть, если бы истец мог разумно предвидеть, что данный дом не пригоден для постоянного проживания, договор купли-продажи вообще им не был бы заключен. Таким образом, истцу была продана недвижимость ненадлежащего качества. Это обстоятельство дает истцу право на расторжение договора, а также право требовать возврата уплаченных денежных средств. Поэтому договор купли-продажи судом расторгается, дом переходит обратно в собственность ответчика, а вы ответчик обязаны уплаченные за дом миллион триста вернуть истцу. При этом, если вы не будете исполнять решение суда в добровольном порядке, то взыскание может быть также обращено на этот же дом, который сейчас, а уже опять у вас в собственности. Правильно я понимаю. понятное решение суда? Очень. Дело закрыто. Прошу всех стать. По заслугам. Я его еще раз продам. Решение суда. Иск удовлетворить. Таких оперистов и мошенников надо наказывать. Я еще буду подавать заявление на возбуждение уголовного дела для того, чтобы не пострадали другие люди. Ничего страшного не произошло. Раз дом теперь мой, я немножко вложусь и верну деньги. Прорвемся. Редактор субтитров А.Семкин